открытая почва и замульчированная почва она отличается достаточно сильно потому что открытая почва всегда то есть это губительно для растений то есть растение на них уже развивается на замульчированной все лучше все зеленее все крупнее но что еще немаловажно открытая почва это это то что может быть это очень сильное снижение плодородия почвы то есть как полях так и значит так вообще вот представьте ведь видели вы пыльные бури вот все что вы накапливали гумусный слой если он не прикрыт пыльными бурями все это пыль поднялась и унесла то есть вот все ваше богатство просто ушло в соседний огород либо в речку и превратилась выл то есть и удобрила текущую рядом речку озеро и соседний лес это в лучшем случае а в худшем случае другие страны например все наши целинные земли оказались во франции то есть вот весь чернозем часть чернозема оказалась во франции и сейчас казахстан страдает тем что у них то есть казахстан же был бы нашей территории целина значит открытая почва снижение плодородия потому что весной все талыми водами тоже также уносится в более низкие места и дождями на открытой почве наши растения развиваются достаточно слабо и болеют из года в год и мы все время думаем ну что же вот садим все делаем все применяем ухаживаем и результате получаем вот такие некрасивые растения то есть удовольствие никакого настроение никакого а важно начать делать одну операцию только с умом и вот без мульчи почва постепенно деградирует то есть вот когда вы видите особенно после дождей такую белесую то есть вот была почва перекопали ее рано весной она была черненькая прошло два-три дождя значит припекло солнышко и ваша почва стала серая некрасивая то есть постоянно трескавшаяся вот такая вот и и ясно что растение развивается в ней достаточно слабо настроение падает в лесу же ту почву которую не трогали к чему не прикасалась рука человека а там получается рыхлый достаточно грунт он такой комочками то есть структурированные и сверху ежегодно падают листья многие считают что там скапливается огромное количество болячек заразы вредителей каких-то то есть они собирают это все сжигают выбрасывают если бы это не нужно было природе и нашим растениям то поднимался бы ветер и природа бы придумала что сделать и листья бы уносились а так как они осенью опали дождичек и вода и снег значит закрыли первое под такими листьями никогда то есть вот под каким-то мульчирующим опадом никогда не размывается почва то есть вода проникает постепенно в землю и не смывается значит поверхностный слой не вымывается земли и второе растение корневая система растений дерево она прикрыта всегда то есть и и не вымерзает поэтому это лучше сохранять при разложении мульчи в почве образуется гумус гумус образуется постоянно когда мульча лежит то есть мульча должна лежать в течение всего сезона начинаем мульчировать почву когда почва прогрелась об этом мы еще и покажу поговорим из амульчированная почва на садовых участках то есть если у вас очень хороший уже грунт и сверху лежит мульча то есть вы делаете намного меньше операции и вам проще и легче выращивать растения и вы получаете удовольствие от того как растут ваши культуры и совершенно в кайф я уже многократно рассказывал эту историю расскажу еще раз тем новенькие есть люди есть значит что про это значит есть нас привычки определенные то есть мы не знаем откуда они произошли но так как всегда делали и мы делаем то есть мы копаем почву многие садоводы до сих пор копают потом выпалывают все с пинцетом с ножичком до последней травинки стоят вот так вот на участке и устают поливают рыхлят бесконечно и потом не досчитываются определенного урожая то есть не всегда получает адекватный урожай который бы хотели и вот одна семейная пара им более 50 лет раньше они были так привести такие семена заказать перегной полить лейкой то есть пока родители хозяйничали на участке они мы работали по принципу принеси подай и ни во что не вникали как сеется рассада что делается как посынкуется вообще ничего и так случилось что родители в один год не стало и было уже по 80 лет и мы ведь остались вот вообще никак одни и ничего не знаем участок еще на родились быть у нас внуки и что делать вообще не знаем ну всю зиму ходили на занятия и пришли сказали скажите нам пожалуйста действия которые нужно делать вот основные действия которые нужно сделать летом чтобы мы остались с урожаем ну и осенью соседи подбадривали их и говорили мы вам поможем мы вам расскажем подскажем что делать вы не волнуйтесь пришла весна они вырастили рассаду перестали копать почву начали мучировать и стали угощать соседи огурцами и были удивлены о том что соседи еще огурцов нет и потом первые принесли соседям томаты за этим это что вы нам осенью рассказывали что вы ничего не умеете и говорит мы как посмотрим вы все время сидите либо в этот в кресле либо смеетесь самовар поставили с топогом пьете чай и ничего не делаете а соседка принеси вино приходи приноси бутылку вина я тебе расскажу что что делать но сосед вечером приходит свином тетрадкой тот ему говорит ну первое я отказался от перекопки второе вот ты видишь у меня тележка есть я встаю в 5 утра чтоб меня никто не видел вы собираете весь мусор то есть после выходных там выпалываете выкидываете вот сюда вот где дачный дачный участок где собирается мусор знаете есть такие и там рядышком лежит огромное количество травы он готов я беру тачку и раз 20 с этой тачкой езжу в 5 утра привез если измельченная сразу раскладываю на грядке не измельченная чуть-чуть измельчил и разложил и потом потом подводит в бочке говорит вот у меня настой брага с коровиком с бактериями с коровиком этим поливаю а потом все время пью чай рассматриваю фотографии нянчу внука и валяюсь на шезлонги и больше ничего не делаю сосед почесал голову и сказал что-то сильно просто наверно ты что-то недоговариваешь и пошел снова полоть рыхлить и поливать так что мало знать нужно это делать и делать простые вещи когда же мульчировать на грядках в любое время и всегда то есть нет такого что вот а вы знаете есть садоводы которые приходят в июле и говорят ой уже поздно мульчировать мульчировать можно начинать в любой день когда только узнали захотели муча на грядках позволяет растение лучше себя чувствовать хорошо выглядеть посмотрите как они выглядят хорошенькие то есть любые культуры можно перцы томаты баклажаны кабачки любая культура цветочки всем зачем она нам нужно она защищает почву и делает ее плодородным невозможно найти одну таблетку от чего-то чтобы если вы ее положили эту таблетку или полили развели и вдруг ваши по ваша почва ваши растения могут вырасти но мы то что выращиваем вот это намного приятнее вкуснее то есть вот вы заметили о том что я не покупаю сейчас огурцы и не покупаю их практически в течение всего всей зимы до своих огурцов причина знаете какая да это трава травой они не вкусные никакого вкуса а помидоры вкусные а земляника которую просят там коробочка купить да вообще вот вообще ничем не это не пахнет это муляжи конкретные и значит выращивать точно такие же муляжи при помощи химии то есть нам предлагают гидропойнику еще что-то выращивать подобные муляжи у себя на своем участке нет никакого желания поэтому почву сделает плодородный только органика либо мы говорили о компосте на прошлых занятиях либо мульча значит садоводы говорят вот я разложу траву особенно одуванчики которые всех боятся да не страшно не то есть летят они все равно одуванчики ничего страшного и то есть раньше в первый год когда я начинала мульчировать я ну такое 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 слово не сильно хороший я сдуру но без отсутствия ума было беру значит траву и сижу два часа из этой травы выбираю цветочки желтенькие одуванчиков либо мы их там компостируем особым образом либо сжигала до тех пор пока не поняла что ну и что что я их положила то есть в один раз надоело выбирать я все разложила на следующий год в том месте одуванчиков больше не стало расскажу почему если вы мульчируете ваши ваши грядочки ваши растения грядки с растениями слоем 5 сантиметров ваша трава дает тень то есть при отсутствии солнца при отсутствии света то есть попробуйте в погребе что-то вырастить но не вырастить же не там может быть сотни семян но если там нет света даже вот в тени то есть лежит что-то то есть картон лежит ли еще что-то под ним же не взойдут те же одуванчики не взойдут то есть если нет не присутствует цвет растений не всходят то есть вот постоянная тень слой пять сантиметров если вдруг зайдет один одуванчик он будет такой тоненький хиленький и бог с ним это время вырвать этот одно растение гораздо проще чем выбирать из вашего тюка травы или там сколько из объема травы выбирать все эти одуванчики и плюс эти одуванчики еще перегниют и семена частично перегниют и значит улучшит вашу почву поэтому когда мне садовода спрашивают кто соседи а там одуванчиков много тебе отдавать давай да хоть одни одуванчики я все заберу для того чтобы моя почва была лучше и и вот посмотрите как мульча предотвращает рост сорняков открытая почва и замульчированная почва проходит буквально неделька и там начинают появляться сорнячки что они делают они забирают у растения влагу питание и свет а там где мульча лежит этих вещей не происходит и растения развивают ну смотрите через еще через определенное количество времени сорняки уже поднялись достаточно хорошо и потом когда пропололи те растения где росли сорняки они были желтые отставали в развитии и догнать те где была мульча очень сложно вот смотрите разница вообще очень сильная потому что здесь растение растут и днем и ночью а там где растет растет трава там немного смачивается за счет тени но давать питание то есть сорняки не могут они наоборот забирают питание и корневая система лучше и урожайность больше там где мульча была там 6 перцев крупных по грамм по 300 выросло там где мульчи не было всего два перчика вот посмотрите капусточка очень активно мульча подавляет рост сорняков лучше то есть улучшает рост растений то есть на том поле где вообще не было воды лук не уродился совсем ну то есть вот бывает участки где воды нет и мульча это единственное спасение огурцы очень реагируют у них поверхностная корневая система мы полили то есть если заливаем почва уплотняется если мы замульчировали почву под огурчиками особенно огурцы любят вокруг каждого растения это мы когда будем говорить с вами об огурцах мы остановимся если вы ведро крапивы раз в неделю под огурчик высыпаете это просто удовольствие а под все остальное в округе любые сорняки лебеда у вас может быть хоть какие то есть шерица что там еще в ее ног любимый всеми и другие сорняки все что хотите и огурчики очень быстро реагируют потому что у них поверхностная корневая они сразу увлажнены они питаются им хорошо почва не нагревается ну и здесь можно посмотреть во первых они мощнее сильнее и разливается лучше ну вот земляничка без мульчи на голом санцепеки и с мучой в этом году особенно было видно то есть приходили садоводы говорили о том что весной и сушилась малина и высохла смородина кто-то считает что она замерзла она просто высохла на ветру то есть снег сошел снег сошел снега было не очень много снег сошел и целый месяц было прохладно и дул ветер и вся влага которая то есть корни еще не работали влаги в почве не хватило влага из почвы и сушилась и сушили все стебли там где было замульчировано все кусты пошли в рост где не было мульчи все кусты высохли то есть выхлаз высохла смородина красная черная малина все это высыхало поэтому мульчирование спасает и от таких вопросов и в прошлом году мы сделали такой эксперимент в учебном огороде мы высадили в середине лета рассадной культуры пекинскую капусту свеклу и одну часть замульчировали одна часть была без мульчи вторая замульчированная третья часть еще поливалась бактериями посмотрите накрыт на открытой почве растения развивались намного медленнее с мульчой уже лучше мощнее и муча плюс сияние еще мощнее и посвекле это конечно не показатель ну то есть если бы это была другая культура могу более были рады потому что свекла всем нужно маленькая но факт остается фактом на открытой почве растения выросли мелкие с мульчой где постоянно была влага покрупнее а с бактериями для питания еще усваивалась лучше еще крупнее то есть таким образом культуры очень положительно реагирует на то что вы их мульчируете можно мульчировать значит щепой можно мульчировать шелухой кедровых орехов но со временем она перегнивает немножко подкисляет почву но в то же время и подавляет и сорняки когда мы поливаем сиянием то трава быстрее перегнивает мульчировать приходится чуть чуть пораньше но зато у вас и улучшается почва посмотрите вот полив водой и полив бактериями сиянием вы поливаете трава перегнивает и вот свекла и другие культуры начинают активно развиваться что еще делает мульча мульча задерживает воду в почве то есть почва остается влажной под воздействием воздуха то есть у нас получается как теплый воздух днем он горячий это касается если мульча еще задерживает прохождение воздуха тепла то теплая теплый воздух проходит касается прохладной земли и выпадает конденсат то есть почва поливается сама и даже в жаркое лето поливать можно раз в 10 дней раз в две недели то есть вы подняли мульчу посмотрели там всегда влажненько когда наоборот значит ночью воздух холодная земля уже нагрелась и опять же выпадает конденсат то есть таким образом происходит естественный самополит если есть мульча очень хорошо мульчировать когда у вас высаживаете растение и дует 7 ветров и санцепек особенно разные кустарники то есть открытой корневой системой вы посмотрите был был такой опыт когда мы свое поле бардынки засаживали кустарниками и деревьями мы высадили за один за три дня высадили 250 плодовых деревьев и все замульчировали мульчировали соломой сухой травой соседи сказали но мы же хорошо полили мы приезжаем через недельку наши растения развиваются листики пустили у соседей из сотни три выжило то есть это затраты времени это затраты на посадочный материал и настроение не то есть уже в ри и время упущено то есть уже летом только можно высадить закрытой корневой системой это и стоит подороже чем открытая открытая корневая система и год прошел сезон уже посмотрите растут сидераты и они также являются временно мульчой даже растущие растения которые прикрывают от солнышка землю в данном случае растущие сидераты является мучить замульчированная земля земля не вообще не должна быть никогда голой то есть это примерно как мы голышком вышли на площадь нам же не хорошо неудобно кто-то увидит холодно так также и землей смотрите там влажность сохраняется то есть почва влажная потому что тенечек а на солнцепёйке все уже высохло и сушилось почва становится рыхлой от мульчи разрыхляется вот смотрите без перековки посадили лук и замульчировали там где на открытой почве где не было мульчи посмотрите уже появились трещинки и почву приходилось рыхлить постоянно в тени 30 градусов температура почвы 45 не прикрытой скажите будут корневая система отлично развивается при температуре до 26 градусов если температура выше корневая система не нарастает то есть останавливается все процессы то есть у нас не усваивается питание когда холодно когда 14 градусов и после 26 питание усваивается очень слабо а если температура 46 то никто вот нам когда у нас когда температура 38 что мы делаем едим а 39 а около 40 до мы валяемся и нам ничего не охота и даже пить не охота то есть вообще делать ничего не охота а представьте себе корневая система температура 45 а в некоторых местах вот когда вообще у кого песчаная почва и прикрыться нечем то есть не деревьев ничего нет 40 градусов когда вы голыми ногами встают встаете и обжигаете ноги представьте как к этим корешочком все сашисывающие корешочки что сделали в такой почве спеклись и потом растению нужно снова наращивать новые корни для того чтобы либо восстанавливать старой каким-то образом а что такое восстановление всем понятно то есть это проходит определенное время мы теряем и удовольствие и урожай а под мульчой в это же время в этот же день температура 26 градусов поэтому им без разницы печет ли солнце не печет они как росли так и растут и вот всего 5 сантиметров мульчи которые позволяют что еще делает мульча она осенью прикрывает почву от морозов то есть даже если на голой земле нет ни ни грамма снега и у вас 10 сантиметров горчицы замерзшей зелени то температура почвы на улице минус 20 а температура почвы около почвы минус 7 на 13 градусов вот этих 10 сантиметров горчицы вот так меняет температуру то есть это как шутка мульча делает участок чище это для для чистюль кто считает что это грязно вот смотрите когда вы походите по голой земле вы на дорожке приносите то есть на ваши дорожки вы приносите все что что у вас на на этом на ногах а когда идут дожди то у вас все заборы становятся черными вам приходится тратить время и мыть а когда мульча дождь прошел хоть сколько его дождик пошел по травке и ушел то есть у вас нет 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 брызг грязных и вам не нужно мыть заборы и дом и все все что вокруг какими же материалами мы используем для мульчирования компост весеннее время с перегноем можно и осенью мульчировать если в достаточном количестве газонная трава сорняки луговая трава которую вы накосили сидираты солома сена листва кора ветки измельченные пищевые отходы бумага картон в общем все любой органикой ткани хбшные волков а ну и пусть они крашеные хбшные луховой шелухой очень хорошо если сверху прикрыть травой чтобы и ловыми ветками пожалуйста это только земляника и подхвойным то есть по кислотности почвы еще можно мульчирование весной осенью у нас весь участок ушел вот такой зелененький скошенная трава сидираты все это ушло частично замерзла корневая система разрыхлила наши на наш грунт для того чтобы и если мы в таком виде весной оставим наш участок надолго то почва будет прогреваться то есть солнышко не будет касаться земли и будет прогреваться долго поэтому что мы делаем берем грабли веерные запаслись уже молодцы берем веерные грабли им намного легче работать и на дорожке всю мульчу прибираем то есть валиками пусть на дорожках лежат а грядочки наши пусть прогреются и вот так пока я не прогрею не убрала мульчу весной то есть почва была очень холодная то есть я собрала мучу такие волки и убрала в теплой грядки если не хочется убирать теплой грядки можно просто оставить кучками и потом почва прогреется и снова идем на эти места положить меня просто было мало запасов из травы для теплых грядок поэтому я использовала мучу и весь участок вот которые ну там где-то сотки полторы две было даже побольше наверное три вот под мульчой все вычистила и почва начала прогреваться как начала прогреваться почва что что такое понятие прогрева почвы это когда начинают расти однолетние сорняки вот как только однолетние сорняки вышли значит почва прогрелась мульчирование летом травы на участке не хватает поэтому берем везде где только можно скашиваем вокруг становится чище красивее то есть у вас газоны естественно получаются очень много брошенных участков очень много соседи выкидывают лишний мусор еще пока поэтому собираем все мульчируем но мульчируем только после прогрева вот смотрите вот сорнячки начали пробиваться подрезали их стрижем либо плоскорезом либо мотыгой но стрижем и мелким плоскорезом легче и быстрее подрезали и разложили слой мучи очень быстро в междурядье буквально за две-три минуты значит таким инструментом как культиватор стриж вы прорыхлили вам нужно срезать и не убирать эти сорняки не надо их вытаскивать и и этот всю корневую систему обтряхнул ведерко сложил в компост унес зачем это вообще нужно я не представляю две-три минуты вот при помощи плоскореза либо культиватора особенно значит с плоскорезом чуть посложнее на грядочка где растет морковка потому что когда плоскорез значит в почву завели вы не знаете где находится край острый то есть вы можете ненароком следовать и рядочек морковки а когда вы стрижем идете вы междурядье провели раз быстренько если междурядье широкие используем широкий плоскорез если междурядье узенькие используем узкий плоскорез вернее этот культиватор стриж подрезали растение же здесь же оставили и стали мульчой еще дополнительно доложили отлично корневая система перегнила работа сделана либо если полоте то полдня грядку а здесь три минуты быстро хорошо дальше замульчировали междурядье травой мульча слой должен быть не менее пяти сантиметров если идут дожди если идут дожди траву предварительно нужно подсушить ну где-то вот под навесом в теплице где хотите то есть взяли евро кинули разложили ветерком обдула если дожди не идут и если вы мульчируете в теплице то сушить не надо ничего к близкого самому стволику растений не укладываем если газонная трава мульчируем то слоем больше чем пять сантиметров не мульчируем иначе происходит реакция выделяется очень много азотистых вещей амиака и растения обжигаются именно газами и вот так пока у нас там дует ветер пока дмитрий косит скосил значит обед пока обед готовится трава подвялилась пять секунд там быстро ну час прошел то есть пошел все это замульчировал сразу семян миллион ничего не боюсь междурядье замульчированы геотекстилем чтобы лишнее не полоть как время сохраняется опалдеть это можно было полдня одну одно междурядье там там вот на этом участке я говорю наверно мне дан участок для того чтобы понять какой объем работы нужно делать но если семян сорных растений два сантиметра на почве вот мы пришли и они никуда не делись они до сих пор есть они до сих пор живут многие семена сорных растений живут десятки лет до определенного времени когда наступит определенные условия это польет дождик и посветит солнышко и когда вы их там перекапываете что-то делаете вы их просто либо заглубляете вниз либо выносите на поверхность и они сходят лишь либо сейчас либо через две недели и вот пока эти то есть семян этих может быть бесконечное количество и бороться с ними нет смысла их можно только мульчировать не дать доступ света и все чтобы мульчируем летом грядки почву в теплицах ягодные кустарники все после прогрева почвы плодовые деревья картофель землянику вообще все что у вас есть в округе вы все мульчирует это не значит что я сегодня должна замульчировать весь участок я сегодня набрала на две грядочки или на каких-то растений травы я сегодня это сделала через недельку начала мульчировать следующие то есть раз в две-три недели я подкладываю снова мульчу но сколько у вас грядок ну 5 9 10 но сегодня три за три недели вы все эти грядки замульчируете те кто совсем новенькие и совсем страшно еще и бывают такие что не верят родственники они говорят ерунда это все мусор разносишь попросите у них одну грядку если вам не дают но вообще если вы мне обратился кто-то из родине сказал я у тебя буду вот здесь хозяйничать да да ради бога только за счастье посчитала чтобы кто-то дополнительно еще что-то делал возьмите одну грядку и сделайте по-человечески один раз есть садоводы которые говорят я все замульчировал и без толку мульча у них вы знаете просто бросил траву она сеточкой она высохла это не мульча это просто вы разложили немножко травки на грядку то есть слой должен быть 5 сантиметров минимум 5-7 потому что она подсохнет подвялиться низ начнет перегнивать теперь по поводу измельчения по поводу измельчения значит вот если вы сорвете вот такую бодели крапивы и разложите на морковку ясно что морковка через них не пробьется то есть естественно возле морковки нужно разложить более мелкую мучу либо вы измельчаете сечкой либо в измельчители фото томаты подойдет муча величиной то есть вот эти ветки всякие и сорняки измельченный слой длина измельченных отрезков 10-15-20 сантиметров под малину пойдет и 50 сантиметров то есть не надо сидеть на скамеечке и возле чурочки топориком тюкать в один сантиметр то есть есть некоторые садоводы которые своих мужей высаживают на на такую работу мужчины хочу сказать что можно сечкой измельчать и до маразма доходить не нужно то есть женщинам своим скажите что не надо издеваться над нами то есть вот по сантиметру муча или ножничками режут сидят веточки но я встречала вот приходили мужчины жаловались по-честному приходили вот из-за вашего мульчирования из-за вашей природной агротехники у меня вот здесь мозоли и я только и знаю что я сижу и долблю вот топориком у меня уже рука отваливается вот чтобы рука не отваливалась значит есть измельчители есть сечки и разумно подходить к измельчению то есть там где кустарники но не обязательно по сантиметру или по пол сантиметра хорошо бы конечно было чтобы муча была такая меленькая но газонная мягкая трава она можно и 20 сантиметров и 30 ее положить значит а мульчируем грядки сорняки с дорожек все можно сложить то есть газонные дорожки лучше муча это газонная трава когда вы не забываете косить газон и высота газона сантиметров 5 3 5 сантиметров и она такая меленькая мягонькая все это замульчировали и отлично можно мульчировать кустарники плодовые деревья и там где у вас кабачки разные то есть можно мульчировать пищевыми отходами только пищевые отходы прикрываем травой очень долго по поводу пищевых отходов у меня возмущалась мама и сказала по всему участку помойки разложила но эти значит червячки и малина была были безумно счастливы и от очисток от картошки остались через месяц одни шкурки сверху лежала то есть вот я подхожу мульчу поднимаю пол ведерка или ведро пищевых пищевых отходов это не значит там головы селедок то есть это то что растительное то есть очистки от кабачков от картошки ботва от редиски то есть это не то что у вас там лапша осталось еще что то ну лапшу и разные то есть можно компост уложить вообще лучше не варить много чтобы не было лишнего великолепно измельчаем на измельчителя измельчители удовольствие не дешевое но но полезное измельчители вы покупаете не каждый год холодильники мы тоже покупаем и на даче уже купили и телевизор не обязательно на даче иметь но мы его имеем это же не стоит 3 рубля поэтому у кого возникает желание купить измельчитель он у всех появляется у кого возникает желание сказать что это дорого и мне не надо но те не покупают поэтому каждый сам решает куда ему потратить свои финансы но измельчитель вещь хорошая мульчировать можно кедровой скорлупой и отсыпать щебнем но щебень дает только дополнительную влагу и нагревает дополнительно почву то есть днем конечно можно любую любую любыми мой мульчирование значит щепой и значит очень очень интересной кокосовой мульчой можно мульчировать она разлагается лет пять и еще кокосовой мульчой можно прикрывать от морозов то есть это наше растение мульчировать они собирают на себя лишнюю влагу и проветривают то есть это не мелкая мульча крупная еще есть такие кокосовые кокосовые маты это мульча такая то есть она метражом продается и ей тоже удобно мульчировать единственное питание много не дает но от сорняков защищает и воду дает кокосовым мульчой если вообще не ничего нет можно и грядки пересыхают и поливать некогда и нечем то есть можно есть такие кокосовые мульча которые мы добавляем в грунты которая держит воду и помоги раздает корням воздух то есть 4 7 литров и есть 5 килограмм то есть пять килограмм экономичная и хорошо можно замульчировать грядки и там где было замульчировано кокосовым мульчой наросло все крупнее и мощнее и морковка и свекла но это если кто-то жалуется что у них нечем мульчировать нет травы мульчирование дорожек чтобы не росли сорняки потому что дорожки это вещь великая которая отнимает половину времени у садоводов там как нарастет всего добра такого и потом полдня выходные это нужно мульчировать я пять лет назад сообразила то есть их можно мульчировать соломой и опилками и пять лет назад я сказала у меня 27 грядок на испытаниях грядки по 8-9 метров можете представить сколько там то есть это 30 соток примерно и 30 соток дорожек и я приезжала и два дня там жила для того чтобы и занимала знаете чем полола дорожки и мне это надоело то есть мы их скашивали пололи сорняки лесные пырей и все остальное и потом увидели очень интересный материал который называется геотекстиль я сказала давайте у нас все равно грядки бордюрами огорожены мы прикрепим геотекстиль значит степлером мебельным и вот они у меня служат уже пять лет пришли соседи сказали ой некрасиво черное не экологично значит неприродно и по-разному я сказал вот природно вставайте и полите с утра до вечера вот это будет природно дождик сошел прошел там грязи никакой нет снег сошел метлой подняла этим промыла водой все чистенько все хорошо хоть на коленках хоть лук разложила на просушку отлично все ничего там нет ни муравьев не этот единственное что он немножко значит становится то есть его когда вы делаете укрепляете нужно немножко с напуском на солнце он немножко сжимается ширина метр шестьдесят я разрезала напополам по 80 сантиметров прикрепила пять лет назад и получаю удовольствие не убираю не издеваюсь над собой не грязи не дождя не прополки все грядки замульчированы и получаю кайф нет он я ее потом потом просто смываю да и смотрите вот мы сделали вот как мы это делали то есть у нас получалось вот там грядки чтобы не не разъезжались мы там досточки прикрепили поперечные поставили и вот смотрите где не было мульчи пырей залез то есть он лезет и в грядки внутрь и мешает расти растением потому что там грядка шикарная компостная почва ему там вообще вольготно он за месяц за две недели там такую корневую систему мне приходилось вытаскивать снова разные культуры в горшке их высаживать выбирать пырей такое удовольствие надоело что мы сделали мы взяли подкопали убрали компостную почву из дорожек геотекстиль то есть взяла метр метр шестьдесят не разрезала по 80 сантиметров из дорожек светила на бордюры то есть нам на бока свесили этот геотекстиль такой кайф пырей не лезет на дорожках он смотрите вот там сверху трава лежит на дорожке то есть я еще подсушиваю там мульчу а здесь все в пыре и то есть это бесконечно нужно выкапывать убирать может у меня где-то соток пятьдесят пырей такого мощного который роскошно ну вот я нашла способ мне он нравится но самое конечно лучшее это газонная трава и крапива я крапиву вот для того чтобы мульчировать огурцы я крапиву в ордынку привезла целый таз я накопала за огородом здесь в городе крапивы и везу соседи спрашивают они спрашивают всегда ну то есть встречаемся я иду с тазиком из машины они мне говорят а что что у тебя такое что за цветочки не поверите на самое лучшее место в самом лучшем на самый лучший участок я привезла две тачки компостной перегнойной почвы соорудила грядку и рассадила отростки крапивы и у меня такая мощная грядка с крапивой и я всем приказала чтобы не не вообще ни одного листика крапивного и никто здесь ничего не дернул потому что но представьте сушь песок и крапива не растет она только там в овраге во враг время идти надо а здесь есть место и вот я высадила 5 метров крапивы хорошая мощная красивая я еще и мульчирую еще добавляю сиянием поливаю на такая красивая и роскошная крапива и потом я ее срезаю 1 2 недели и добавляю к огурчиком никуда бегать не надо поэтому если у вас нет тропе вы посадите за огородом особенности мульчирования почему нужно почку не мульчировать до окончания заморозков первое чтобы прогрелась и чтобы ваши рассадные культуры не замерзли посмотрите вот здесь в одном парничке грядка не замульчированные весной томаты не замерзли нам где замульчировано все замерзло потому что тепло от почвы не идет температура воздуха холодная и помидоркам хватило то есть заморозки были минусовые дальше есть еще особенности в этом году было несколько где-то было достаточно жарко и мы получили несколько писем и отзывов садоводов я замульчировала а растения растут хуже вот если замульчировать вот такую почву какая вот здесь возле перчика то растением от этого легче не станет почему потому что вы не видите что творится под этой мульча мульчой особенно мульча подсохла значит земля вся потрескалась после поливов заплыла и поэтому если вы в лунку не добавили вот смотрите как под мульчой то есть я специально это мульчировал эту почву но под ней то есть у нас 40 сантиметров насыпного грунта грунт который возят черный он пластилиновый и получается что была такая особенность вот этой почвы в восстановлении что я сделала значит я в прошлом году все замульчировала мульчу поднимаю под почвой трещин под мульчой и трещины полтора пальца был такой эксперимент мы начали поливать растение то есть я бросила шланг под под хвойные культуры и отвлекли потом сын приехал я забыла выключить шланг вода текла два часа то есть я приехала вода текла два часа мое удивление было что это растение не полилось два часа нормальные шланга текла вода но вся вода уходила в трещины и в ту почву которая была под грунтом 40 сантиметров и вот этот вот гром который 40 сантиметров он не смачивался совсем что я сделала в этом году я садоводом это показывала я в течение двух месяцев не мульчировала почву вот если совсем почва вот знаете какая но безжизненная вообще никакая либо вы добавляете очень много компоста в почву подмешивать перемешиваете либо можно еще и сделать как я сначала вот на таком насыпном грунте восстановила структуру почвы знаете чем восстановила мокрица лебеда значит что там еще даже многолетние сорнячки были я раз в неделю брала плоскорез и все связала вот часть у меня была с мучой часть была голая открытая а часть была с сорняками приходили на демонстрационный участок садоводы говорили ну надо же разрешают на свой участок приходить но не так между собой разговаривали слышно же было что говорят а сорняки не выпололи хоть бы сорняки выпололи а потом людей пускали но такие разговоры были и значит я садоводом с этого момента стала объяснять зачем мне нужны сорняки то есть каждую неделю я срезала эти сорняки корнями почва разрыхлялась была редкая мульча и через буквально месяц-полтора структура почвы при помощи любимых сорняков восстановилась и после этого я начала мучили то есть я начала мучировать уже в июле месяце и тогда все поливалось по этим капиллярам вода уходила поэтому сорняки очень часто бывают во благо то есть они восстановят почву но это вот такие вот условия были сложились ну вот смотрите рассаду мы высаживаем почва смесь с компостом видно что она отличается компостная почва от серой и когда мы начинаем мульчировать в этом случае то растение растут лучше а если мы в безжизненную почву посадили то тогда муча может и навредить в этом месте и вот в течение всего лета прошлого и этого лета под каждое растение мы выкапываем лунку соответствующую ну например когда мы высаживали голубику то лунка была размером метр на метр и по колено глубиной туда ушло 30 ветер кислого грунта только на одно растение но смотрите то и высадили под туи готовился тоже кислый достаточно грунт добавлением торпа с добавлением шелухи перепревших кедровых шишек и туи за сезон то есть в хорошем грунте специальном для них выставил то есть в этом году они уже вот так выросли и почва рядышком то есть уже там где был компост и были сорнячки срезана она уже как не трескалась она уже стала лучше намного вот посмотрите то есть уже там где компостная почва добавлена рядом уже трещин таких нет уже мучает перепревает уже все хорошо но почва то есть это не значит что пройдет вот когда совсем безжизненная почва вы один раз замульчировали и ждете результатов то есть не не получится так но вот это для тех почв там где вообще в палец то есть вот просто безжизненная почва и растение растут и сорняки растут слоем высотой сантиметров например 10 это вот для такой почвы если уже у вас более-менее то есть уже сложился грунт то есть это не безжизненный хороший грунт там вы можете мульчировать и сразу что еще мульча на истощенной почве то есть вот более подробно я расскажу результаты по мульче когда вот в этом году я 20 июля посеяла морковку пяти видами показать как она выросла и садоводам рассказывала что чем мы можем присыпать какой мульчой то есть это была и земля с биогумусом с кокосовым субстратом и земля с компостом то есть разные виды мульчи использовала для засыпания именно семян и результаты были разными вот по морковке когда будут по корнеплодам говорить я вам прямо подробно покажу и расскажу на какой день что взошло и чем лучше мульчировать мульчирование осенью осенью ваша почва не должна быть совершенно открытой то есть она должна уйти в зиму вся прикрытая когда холодно мы же шубы одеваем и шапки одеваем а землю оставляем голенькой и ждем когда дай бог бы снег прикрыл а если снега долго не то есть и ветра то есть все вымораживается выветривается а когда у вас сверху одеялко то там и червячков много и перегревает эта трава которую мы прикрыли то есть либо она должна уйти почва под сидератами посеянными то есть у вас зелененькая либо любой то есть компостом слоем сантиметров 10 еще лучше сверху добавить любой травы у кого-то травы мало тот листья носит и сверху заполняет все листьями дождик прошел в ветер когда погуляет но немножко листиков пошуршат этими занятиями можно заниматься с детьми с внуками вот посмотрите особенно там где выдувается снег мульчающую защищает ваши посадки от морозов это касается то что мы посадили лук под зиму то есть его нужно замульчировать и чеснок посмотрите на контроле чеснок который был не замульчирован он замерз там где была муча чесночок вышел осенью осенняя посадка лука под осень ее замульчировали посмотрите весной мульчат превратилась уже вот в такую вот полу перепрев шую массу и лук был намного крупнее то есть мучу с лука не убирали лук любит холодную почву значит у нас позднее мульчирование в конце июля было замульчировали грядочку посмотрите растения росли лучше мульча там где была мульча цветение земляники было намного обильнее где была открытая почва я считаю что это варварство то есть по отношению к растениям по отношению к земле то есть но не здорово помощи вопросы есть